Столетнюю Лепнину еще предстоит восстановить, а пока здесь идет ремонт фасада здания. Работы выполнили на 30 процентов. Дом Мещанина Степана Филимонова был построен в начале 20 века под руководством архитектора Георгия Машкова. По словам местных жителей, объект культурного наследия регионального значения ремонтировали в 80-х годах. С тех пор здание пришло в упадок. Жители дома рады новым переменам. Я к этому спокойно отношусь, потому что самое главное, чтобы сделали ремонт, все устраивало всех жителей, все было хорошо. Все работы на объектах культурного наследия могут производить организации, у которых есть лицензия. Перед тем, как приступить к ремонту, специалисты должны провести культурно-историческую экспертизу, чтобы сохранить все элементы здания и правильно провести реставрацию. Все архитектурные элементы будут воссоздаваться в первозданном виде. Материалы используются, как бы цементно-известковые растворы и цементные шпаклевки. С лепниной все будет в порядке. Предварительно, прежде чем что-то делать с лепниной, сначала ее обследуют. Заключаем экспертизу и принимаем решение, что с ней делать. На восстановление дома Филимонова потратят из фонда капитального ремонта 5 миллионов рублей. Всего в Самарской области в этом году отремонтируют около 100 объектов культурного наследия. На 20 из них работы уже идут. Для 50 делают проекты. Программа очень хорошая. Она позволяет нам не только улучшить качество проживания наших граждан, но и сохранить такие исторические и красивые здания по нашему наследству. А в историческом центре Самары уже привели в порядок дом на улице Ленинградской 97, построенный в 1917 году. К объектам культурного наследия он не относится, но попадает в перечень домов, которые отремонтируют по региональной программе капитального ремонта. Здесь за месяц починили крышу. Крыша полностью не разу не ремонтировалась, пребывала в плачевном состоянии, о чем свидетельствовали следы многочисленных протечек и локального пожара. Нам пришлось заменить, либо усилить часть элементов стропильной конструкции, заменить процентов 70 об решетке. Все деревянные элементы обработали огневиозащитными составами, заменили 100% покрытие и установили снегозадерживающие устройства. Фасад сделали, крышу сделали. Конечно, он стал нарядным таким домом, он прямо аж горит, сияет. Приятно возвращаться. До этого, конечно, все было в плачевном состоянии. Из-за режима самоизоляции темп работы по восстановлению зданий пришлось сбавить. Работали только на фасадах. В основном в квартиры старались на инженерные системы собственникам не попадать, поскольку собственники были обеспокоены вирусом. Сейчас ситуация немного стабилизировалась. Мы вышли на фасады, вышли также на инженерные системы, на крыши, начали делать памятники объекта культурного наследия. В общем, стали активнее работать. В Самарской области по региональной программе фонда капитального ремонта в этом году отремонтируют около тысячи домов. Елена Малютина, События.